Приветствую вас! Понимаете, какая штука? Да, мужчина не удаляет свою анкету с сайта знакомств, он общается с какой-то своей знакомой там, он не отвечает вам, значит, когда онлайн, он, соответственно, женат, и вообще говоря, ваша ревность, она понятна. Но для начала надо, наверное, ответить себе на вопрос вам, чем вы отличаетесь от этой знакомой? То, что у вас сексуальные отношения, вы считаете, этого достаточно? Если вы не хотели серьезных отношений, то о какой ревности может идти речь? А если у вас ревность, значит, вы хотите серьезных отношений. А значит, отношения с этим мужчиной вам как минимум не подходят. И вам данный факт нужно признать в таком случае. Потому что одно здесь почти полностью взаимоисключает другое. То есть, если есть ревность, то это уже ни в коем случае не свидетельство того, что у вас не серьезные отношения. Это как раз свидетельство того, что отношения у вас, по крайней мере, с вашей стороны, отношения уже серьезные. Они более серьезные, чем вы хотели бы, возможно, чтобы мужчина себе в этом признала. Вот и все. То есть, основная проблема заключается в том, для вас основная проблема заключается в том, что вы не определите, кто для вас мужчина. То есть, кто он для вас. Что он вообще для вас значит, мужчина. понимаете? То есть, вот это, мне кажется, один из самых, наверное, таких вот ключевых аспектов данной ситуации. Это первое, что я хотел вам сказать. Потому что это, наверное, такой вот момент, самый важный здесь. То есть, вы говорите про ревность, вы говорите про ревность к мужчине, но при этом вы как-то вот забываете о том, что у человека есть жена, что человек женат, что человек вам не принадлежит, что вы сами хотели изначально отношений по большому счету не серьезных. И у вас с мужчиной отношения только сексуальные, как вы сами говорите. И нет ничего, нет ничего плохого, нет ничего ужасного в том, абсолютно нет ничего ужасного в том, что вы хотели бы больше, то есть, что вы хотели бы больше, ну, ну, большего количества, большего в отношениях. Вот. Это нормально. Что вы хотели бы большего в отношениях. Но для этого нужно что-то делать. Объективно. То есть, объективно для того, чтобы, ну, чтобы в ваших отношениях, именно в ваших, если не говорю про, ну, про конкретного вот, мужчину, да, я просто говорю про вас. Чтобы в ваших отношениях было что-то более серьезное, для этого нужно что-то делать, понимаете? Вот. А тот, кого вы выбираете сейчас, да, вот, тот мужчина, которого вы выбираете сейчас, он никак для серьезных отношений не подходит. И вы либо, вы либо признаете себе в том, что вам отношения нужны все же другие, вообще, как таковые. Либо вы в этом, в этом себе признаете, что вам нужны другие отношения другого рода. Либо, ну, либо вот будет так. Потому что какой мотив для человека, да, вот мотив какой, какой мотив для человека что-либо менять? Какой ли у него мотив переставать общаться с той женщиной, если он действительно, если он действительно с ней общается? То есть, мне кажется, это очень, очень важный момент, на который вам нужно ответить себе. Вот. И уже, исходя из данного аспекта, уже что-то предпринимать. Вот. Если же, если же мы говорим о ревности как таковой, то с ней, с ревностью, я имею в виду, справляться, ну, ни в коем случае не нужно. Именно с ревностью справляться ни в коем случае не нужно. Ревность. Ревность происходит из вашей неуверенности в себе, из вашего страха одиночества, который, вероятно, и стал причиной, почему вы познакомились с мужчиной на, допустим, сайте знакомств, да? Почему вы согласились, значит, что он женат и согласились быть для него не единственной женщиной? Вот. То есть, это всё, это всё имеет свои причины. Вот. Заниженная самооценка, неуверенность в себе. Вот. А возможный страх одиночества. Повторюсь, возможный страх одиночества. Нереализованность, собственно. Хотел бы сразу предупредить, что дело здесь ни в коем случае не в работе. То есть, как бы вы можете работать, вы можете занимать достаточно значимую позицию в, ну, в работе, да? Вот. Вы можете всё это делать. Вот. Но это не меняет то факт, что реализованный вы себя при всём при этом можете не чувствовать. Вот. То есть, с этим также нужно работать. Если вы хотите действительно, если вы действительно хотите избавиться от ревности, которая, ну, у вас встречающее место быть. Вот так. Такой вот момент. Да. То, что можно вам сказать. То есть, я думаю, что, как бы, ревность означает, что вы от человека зависим. А зависимость, в свою очередь, от человека, означает, что вы в чём-то ностаетесь в нём. То есть, он вам даёт что-то такое, без чего вы не можете. И это не секс. Скорее всего. Это, скорее всего, что-то другое. И вот, что это нужно выяснять. Если, если мы это выясним, если вы научитесь удовлетворять это самостоятельно, то я полагаю, что ревность ваша уйдёт. Если вы поймёте, что это такое. Если вы поймёте, с чем это всё связано. Но, для того чтобы это понять, нужно работать. Ну, нужно работать, нужно разбираться. Вот. С вашей проблематикой. Вот. А пока, ну, пока это выглядит... так, что вы отказываетесь признавать, что вы... ну, вы не признаёте, что тот факт, что вы выбрали женатого мужчину для... и для отношений эта проблема. Вот. Вы отказываетесь признавать, что эта проблема. И не решив, как бы одну проблему, да, не решив одну проблему, вы, ну, как бы, решаете другую проблему. Вот. Хотя, хотя, та проблема изначально, она продолжает влиять на вас. Она продолжает негативно воздействовать на вас. Вот. Вот так. И когда вы говорите, что вы не можете понять отношения, я думаю, что здесь есть, ну, некоторая степень лукавства, потому что вы прекрасно понимаете, что ваши отношения, они не серьёзные, потому что вы сами поставили себя так, что серьёзных отношений вы не хотите. Вот. Вы сами себя так поставили. И мужчина ведёт себя в соответствии с этим. Вот. Если вы хотите что-то другое, ну, вам нужно признаться в том, что вы этого хотите. Признаться и заявить об этом. Тогда мужчина либо уйдёт, либо сделает шаг вперёд. Вот. И если у вас есть сложности, если у вас есть сложности по поводу завершения этого шага, если вы, там, к примеру, ну, не знаю, например, боитесь, если вы боитесь этого, то мы вам поможем. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.